В округе приступили к ликвидации стихийных свалок в лесном массиве. Только за последнюю неделю на полигон твердых бытовых отходов вывезли более 300 кубических метров мусора. Кто должен убирать несанкционированные свалки и какая ответственность предусмотрена для нарушителей, узнали мои коллеги. Несанкционированный навал различных отходов объемом более 5 кубов или площадью свыше 10 квадратных метров называют свалкой. Здесь, на территории Малаховского участкового лесничества, она образовалась более 15 лет назад на месте обмелевшего пожарного пруда. На площади 100 квадратных метров разбросан строительный мусор, покрышки, сухие деревья, пакеты с бытовыми отходами. По словам председателя правления СНТ «Березка», рядом с которым образовалась свалка, местные жители никакого отношения к ней не имеют. Нет, нет, с нашего СНТ. Сначала листья там вот это, чтобы то, что перегнивало, а то, что вот сейчас вот вывозят всякие пластмассовые ящики, окна какие-то все. Машины приезжают вечером и вываливают сюда. Ну вот мы пытались сфотографировать, но ночью трудно сфотографировать номер машины. И кто-то боится подходить близко. Мы сегодня приступили с подрядчиком к уборке одно из самых проблемных мест на землях лесного фонда в городском округе Люберцы, деревне Лукьяновка. Данная свалка образовывалась годами. Просто, к сожалению, муниципалитет убирать ее не мог. С января текущего года полномочия по ликвидации свалок с территории земель лесного фонда переданы органам местного самоуправления. В апреле с организацией СД «Авто» заключили договор. Восемь стихийных свалок в лесных зонах Малаховки, Краскови и поселке Мирном подрядчик уже ликвидировал. Мы ввозим мусор. Мы выиграли контракт у либеретской администрации. У нас заключен контракт с полигоном Тимоховским. Сейчас ручники начали вокруг очищать. Экскаватор и все остальное доработает. Отсюда вывезут более 250 кубов мусора. Его отсортируют и отправят на полигон. Территорию благоустроят и возьмут под видеоконтроль. В целях профилактики выявления и пресечения нарушений, связанных с образованием несанкционированных навалов мусора, земли лесфонда будут патрулировать сотрудники лесной охраны и полиция. Навал мусора в лесу является нарушением правил санитарной безопасности в лесах. Статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений предусмотрен штраф в размере от 500 до 5000 на физических лиц и от 10 тысяч до 500 тысяч на юридических лиц. Выписывать штрафы имеют право сотрудники правоохранительных органов и Росприроднадзора. Всего в границах Люберецкого округа на территории лесного фонда зарегистрировано более 10 свалок. Большая часть из них ликвидирована. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.